Ну, во-первых, что у нас... Ну, с логической на самом деле я не только там последние годы, когда я работал во всем известном голубом гиганте, тесно связан был с транспортом, с чудесной железной дорогой, с питерскими портами, и много интересных вещей, поэтому это как бы тема знакомая, но как бы с другой стороны баррикад. То есть, с другой стороны, когда ты приводишь пример стендарт-ойл, у нас есть пример российских железных дорог, которые, в отличие от стендарт-ойла, убивают любой другой бизнес, даже без особого интереса для себя. Нет. Вопрос не в том, что что-то будет другое. Вопрос в том, что у людей есть идеальное представление о том, как все должно работать. Но это идеальное представление, допустим, если брать железнодорожный транспорт, оно сталкивается с той реальностью, когда все эти идеальные представления оказываются бессильными перед отсутствием нужного телефона в записной книжке или о невозможности получить нужную телеграмму. Все чудесные логистические сережки на этом и доканчиваются. Вот. И как бы железная дорога — это как раз вот пример то, к чему будет скатываться вся остальная логистика. То есть некоторые считают, что это вот кошмар, они будут развиваться. Нет. Вот это дно, к которому будут приближаться другие. И приближаться они будут административным методом, так же, как железная дорога. Вот. Приближаться будут повышением требований регулирования в портах и со стороны ЕС, и внутри России очередные фишки Минтранса, которые будут это усложнять, превращать в стежи жизни железнодорожные. Ну, с автотранспортом сложнее зарегулировать. Ну, значит, как-то вот будут ограничивать перевозчиков не резидентов, а резидентов, соответственно, каким-то образом тех регламентами доводить до состояния железнодорожных. Это вот из глобального такого, которое происходит или происходит вот неотвратимо. А почему это происходит неотвратимо? То есть, в чем причина? Потому что в этом есть своя внутренняя логика, которая позволяет мобилизовывать на данные действия ресурсы и получать результат. Вот логика прекрасно душного логиста, в которой мне нравится это, она не позволяет мобилизовывать ресурсы, создавать цепочки либо там коррупционных связей, либо просто цепочки, которые позволяют системе работать. А эта логика позволяет системе работать. Да. Да, у ней скорость упала хуже, чем там в 904 году. Ну, уж поделаешь. В общем, по системе скорость упала, а там, допустим, транспортный перегруз Китая, скорость вполне нормальная, 70 километров. Ну, как пример просто. Вот у кого-то она упала, а у какого-то перевозчика она еще работает. А вот идея, что может быть какой-то там с конкуренцией, с свободным доступом, с независимым перевозчиком. Это вот как раз прекрасно душные мечты, которые можно насаждать чисто идеологически, там, используя антимнопольную службу, там, используя, там, допустим, какие-то публичные вещи, но у них нет логики. Логики. Эффективная монополия, эффективная монополия, которая действует, например, в рамках перевозок, возможно, в убыток, но при этом обеспечивает высокую доступность транспортную, возможность, допустим, в целом в системе получать большую прибыль. Вот это реально работает. А перевозчик, который маленький в этом смысле, оказывается не способным сопротивляться этой монополии, он может только бегать, прыгать, говорить об антимонопольных вещах или о том, какие сволочи врачи для себя. Ну да, действительно, сволочи. С другой стороны, могу понять. Ну, тогда, если у нас вся система идет в сторону неэффективности, правильно, тогда безработица, по идее, нам не грозит? Эффективность, она всегда зависит от позиции страны. С точки зрения, допустим, Газпрома, железнодорожный транспорт работает крайне неэффективно. Он работал, там, страшно, 10 лет назад, а сейчас вообще просто. Неэффективно. Да, да. То есть вот для кого-то, кто не контролирует эту цепочку, это неэффективно, ужасно, и он будет избегать его. Или, там, крупного металлурга. С другой стороны, для всех остальных, для кого-то, он вполне устраивает. Причем ситуация, она может изменяться достаточно быстро. Если это не брать железнодорожный транспорт, а портовое хозяйство, то там изменения практически мгновенно могут происходить. И если у нас логисты из СНГ, они представляют, как один порт работает, работает, а потом вдруг раз, через 3 месяца он совсем не работает. Вот. И это, как бы, вещи, которые, ну, там, технические оснащения, в отличие от железной дороги, опять же, проще. Портовое хозяйство по миру вообще из, там, статуса, когда его сумели национализировать в середине 20 века, оно опять превращается в крайне вот закрытую структуру с тремя крупными собственниками международными, которые жестко достаточно управляются этим хозяйством. В России это не происходит по той причине, что отсутствует субъект, который мог бы этим заняться, но вот перманентное, вот, квазикстатственное, там, регулирование, там, назначенный собственник очередной, там, выжимает что-то из порта. Но при этом, например, если брать Финку, то на погибель Финки и Прибалтики много чего построили. Так, ну вот эти тенденции в российских портах и в финских прибалтийских портах, они одинаковые, вот, как бы? Ну, у нас, кстати, смотри, по российским портам можно понять конкретную цель. И на что готовы пойти люди, которые контролируют процесс. Загнать туда товарные потоки, загрузить их, либо наоборот что-то сделать. С точки зрения портовой администрации чудесной Финляндской Республики, я вот такого не вижу. Ну, да, будет сокращение, да, да, вот у нас чудесные условия. Вот мы на доллар дешевле сделаем. То есть, милинский порт повторит рано или поздно историю Нокия? Да. Ну, как бы, есть фантастическая история, что в Финляндии случится что-то страшное, и там сократится поголовье социал-демократов, но это маловероятно, поэтому, если не брать прибалтику, то у финки вот медленное умирание, но пока более вероятно. А в Прибалтике? В Прибалтике же таллинский порт, он более антисоветский, антисоциалистический, то есть он конкретно либеральный такой. По сравнению с финкой, у него есть больше шансов выжить при прочих худших условиях. При том, что могут быть хуже отношения и дальше по дальнейшему транзиту на территорию России, но в силу большего, скажем, вот раздолбанности структуры, где вот, которые не позволят играть по правилам, у них больше шансов. То есть, твое мнение в логистике, что там, где приходит социализм, рано или поздно становится система РЖД? Да, да. Но не то, что кто-то специально хочет, но проще работать так, проще, комфортнее. Никто не рвет никого. Ну, когда там стреляли в последний раз? В Косуде? Нет, у вас. У нас никто давно не стрелял сюда. Ну, во-первых, мы говорим, что до сих пор стреляют, про Сингапур, Тайвань, и Гонконг там ужасная борьба идет. А здесь давно как бы... Да мы тихо, спокойно работаем. Тогда вопрос по финским товарищам. Чтобы выжить в этот кризис, им надо встраиваться в социалистическую систему? Ну, во-первых, большая шанс выжить и тех, конечно, кто будет как-то обслуживать медленно умирающую Финляндскую республику. То есть вот чисто ориентированно транзит. Они будут сталкиваться с тем, что товарные потоки будут особенно очень слабкие, переноситься либо южнее, либо, соответственно, то, что сейчас понастроили на российском узке. А южнее-то какой? Новороссийск или Украина, или что южнее? Ну, во-первых, может быть, появится чуть больше портов на Черном море вдруг, технически. По крайней мере, может появиться Мариуполь, например, который приятнее, чем Новороссийск. Появится нормальная железка из Крыма, соответственно, крымские порты могут заработать. Адесса может опять вернуться технически. Но Новороссийск ужасный порт. Кроме Новороссийска понастроили терминалов там Туапса и прочее. Тоже объективная вещь. То есть в этом смысле как бы там... Ну, с Олимпиадой много-много потратили на общую инфраструктуру. Она никуда не денется. У порт не сумели построить, но все остальное получилось. Инфраструктура это очень додолго. То есть вот там даже если она будет разваливаться 20 лет, это 20 лет, пока она будет работать. С другой стороны, ждать, что сейчас кто-то финской инфраструктуре сейчас какие-то каналы будут углублять или что-то, ну вот маловероятно. источник средств какой? Что он? Факционируется есть? Продадутся Дубай порта Феррити? Вряд ли? Вряд ли. Слишком маленький порт, чтобы продаваться. Крупный, крупный кухон. Ну, опять же, для своих целей он был хорош. А сейчас есть монстры. И монстры становятся еще больше, потому что на монстре проще нарастить все вещи, сервисы. Ну, вот. Фосфорсагра уйдет от вас, я думаю, еще хуже станет. По финке проблема в том, что железная дорога очень дорогая. Именно по территории Финляндии. Ну, вы же не можете проложить до границы отходки 50 километров. Можешь проложить 50 километров личной дороги своей. Не знаю, почему-то никто не хочет этим заниматься. Ну, 50 километров отходки, да. 60 километров, да. Ну, 50-53 километра отходка. Ровно. И это проблема. И проблема для логистов, которые вообще здесь не нужны. Здесь работают большие монстры и монстры, которые плодят монстров типа контейнерной компании. А то есть ты считаешь, что может дойти до того, что транзит через Финляндию, Прибалтику может быть закрыт с помощью санкций? Ну, с Прибалтикой он частично происходит, просто он происходит не в том смысле, эмбарго там. Ну, с российской стороны он происходит. Да, с российской стороны повышается риск, начинается тагин досмотр, это означает фактически закрытие границ. Ну, а со стороны Европейского Союза возможно какие-то движения в этом направлении? Во-первых, Евросоюз, в отличие от Америки, он намного сильнее бюрократически завязан, в смысле, вот, бюрократии внутренней. Во-вторых, решение его намного тяжелее и неповоротливее. То есть, ну, у Соединенных Штатов у них есть большая традиция торговли с врагом. Да. Вот. Там, и Соединенные Штаты даже в рамках режима любых санкций могут торговать со всеми. Да, я в курсе. Вот. Абсолютно со всеми. При этом, соответственно, те, кто торгует, они регулярно получают штраф, ну, и так далее. А вот у Евросоюза с этим плохо. То есть, вот, как бы, так на станции, которая бы разрешила делать что-то, так нет. Все как-то пытаются работать, потом это все оказывается на публике. И вот проблема, которая нерешаемая. Ну, пример торговли с РАНом. Все. Пример торговли с РАНом, потом последующие санкции, когда, например, начали там выяснять бенефициаров шиппингов компании. И огромное количество людей поимело проблемы на Средиземноморье от того, что где-то у акционеров оказывались не хлеванцы, либо фирмы как-то связанные вот со всей темой там иранских санкций вот там ближайших соседей. И там на всем торговле зерном от этим пострадало года два или три назад очень серьезно именно вот то, что банки блокировали средства, опять же, европейские из-за вот вала, который постепенно дошел до выяснения, кто же реально занимается этой торговлей, кто заказывает суда, как это все проходит. И все. И этот вал, который бы до Америки как бы он не случился для европейцев, он очень долго кошмарил. Больше года люди разбирались, перестраивали структуры, вычищались вот нехороших иранцев, ливанцев, сирийцев и так далее. В чем эти самые сирийцы в Америке продолжают работать сейчас? У нас будет первый вопрос о том, как всем этим хозяйствам сейчас рулить в рамках правил, связанных с иностранными компаниями, диавширизацией, возможной амнистией капитала, которой, естественно, не будет, ужесточением валютного законодательства, ужесточением экспортного, ограничением на движение капитала, и как все это товарищи будут решать. Первая большая проблема, которую можно разделить на 20 разных проблем, как финансировать дополнительные расходы по импорту, куда делать экспортную выручку. Ты сейчас говоришь о российских компаниях, я правильно понимаю? Ну, что значит она российская? То есть, один и тот человек, он всегда, он с одной стороны... Ну, я не говорю о русских, о русских ты говоришь. Да, с другой стороны, он тут же является швейцарцем или англичанином импортером или американцем или там китайцем импортером в одном лице и параллельно он еще где-то финансирует все остальное и с третьей стороны. То есть, это всегда нужно подходить комплексно, а не смотреть, что такая российская компания, вот она прожила три месяца и выбросили ее, чем занимается, даже не закрыв все документы. Вопрос же всегда не в компаниях, а в том, как бизнес устроен. Обычно в бизнесе устроена вся цепочка целиком, которая начинает в Европе решать вопрос с НДС, экспортирует это, в России это все принимает по нужным ценам, теряет и уже дальше потом попадает в какую-то розничную продажу или дальше перепродается. всегда цепочка целиком, где-то тут есть логисты, которые это обеспечивают, но всегда это комплексный вопрос, если даже компания начинает с мелочи что-то импортировать либо экспортировать, она очень быстро до конца выстраивает целиком все остальные составляющие, то есть, это объективно, что-то получается намного эффективнее контролировать с одной стороны импорт из Европы и с другой стороны контролировать уже экспорт этого в Россию и в любую другую сторону. Есть редкие исключения, где у нас стандартные товары, но там у нас есть глобальные трейдеры этих стандартных товаров, которые еще хуже, как вы понимаете, что по металлу, что по зерну, что по нефтепродукту. Первый большой вопрос. Второй вопрос о том, что у нас в рамках всех этих деятельностей мы попадаем на территорию Евросоюза и что у нас здесь в Евросоюзе происходит в рамках повышения прозрачности, обмена информацией, раскрытия информации о движении средств, о движении капитала, раскрытия информации о бенефицарах, о владельцах вот этих самых цепочек целиком. И как все это должно работать. Чем работать будет сейчас в одном режиме, а через два года уже совсем будет другая картинка абсолютно. То есть, она начала уже раскрываться сейчас, но этот вал раскрытия наработанных за 90-е нулевые годы схем, он просто будет обваливаться. причем обваливаться по инициативе кремлевских товарищей, которые покушаются на святое, нарушат схемы, которые работали 20 лет, допустим, допустим, в автопромышленности, еще где-то, где были режимы, и где люди, соответственно, контролируют всю цепочку от закупки комплектующих, от контроля за мощностями имуществом в России и все остальное. Значит, это понятно, да, или нужно как-то пояснить? Нет, это понятно, да. Ну, это та проблема, с которой вот ее на семинаре обсуждают, ее обсуждают еще не за семинаром, и там совсем другими уже цифрами это обсуждение. Третий вопрос, это что у нас происходит в рамках того, что случилось в России, это с одной стороны декларируется открытость и конвертируемый рубль, а в реальности у нас, соответственно, ограничивается движение капитала, причем оно ограничивается не только в России, оно, соответственно, накрыло и Белоруссию, и Казахстан, и сейчас вот накроют, наверное, Армению. Даже несмотря на маленький рынок, накроют именно за то, что они стали частью этого таможенного союза, соответственно, там, схемы движения капитала будут использоваться армянские банки. Вот. Это проблема, которая, опять же, для логиста может быть не очень интересна, а вот для его клиента она критична, потому что без этого вся внешнеэкономическая деятельность встает. Вот. следующее, следующее, как все это дело оформляется. Причем это придется оформлять не только со стороны российской, то есть избавляться от нерезидентов и владельцев, менять структуру, но и в Европе. Потому что там светлое время владения европейскими компаниями, оно подходит к концу, а желающих платить там 40-60 центов налогов с каждого евро среди русских никогда не наблюдалось. Это не финны, не шведы. И им нужно менять европейскую составляющую. То есть уходить из Европы или каким-то образом менять европейскую в смысле внутренность? Ну, лучше, конечно, менять европейскую внутренность. Потому что уйти из Европы по большому счету некуда. А есть какие-то новые схемы европейские? То есть в наличии? Есть на что менять? Есть на что менять. То есть у нас есть такая партия, да? Есть такая партия, но с другой стороны как бы бежать-то некуда. Проблема в том, что бежать Сингапур и Эмират вот не такая это счастливая гавань, Гонконг тем более. То есть где-то работать с Китаем можно экспериментировать. Ради работы с Европой бежать в Сингапур ну вот неадекватное решение, которое соответственно очень быстро сворачивает все европейские преференции и в итоге принесет убытки и люди обратно возвращаются. Ну побегали, ну с Кифра того же побегал народ очень активно убежал в том году и что все вернулись. Бежать-то некуда. В этом смысле то есть с Греции пытался народ сбежать перетащить. Мы перерегистрировали суда, перерегистрировали а работа все равно осталась на Средиземном море. Ну нет там больше греческого. Убежать нельзя, то есть они же не могут перенести бизнес обслуживающим Сингапур. Да так и осталось все. Понятное дело война на Ближнем Востоке частично разрушила этот бизнес. Разрушить допустим бизнес сейчас разрушила немножко бизнес по зерну Россия которая вдруг фактически эмбарго вела сперва скрытый эмбарго а потом вообще все закрыло. Украина в этом смысле накрылась. Сам по себе бизнес потребители зерна остались в Европе. Как пример просто понятный пример от которого не убежать его же нельзя променять на американский рынок где нафиг тебе не нужны. В любом случае как бы люди не пытались убежать по документам так или иначе вся инфраструктура у них устраивается в Европе. Так или иначе придется как-то работать с налоговым режимом который возникнет и с закрытием внутренних европейских офшоров с особыми правилами для тех же самых испанских территорий которые там был немножко другой режим по НДС и обороту я не знаю как случится с Канарами но сейчас в ЛОП уже везде указано что Евросоюз Евросоюз НДС с Канарами не будет никаких и так далее с раскрытием допустим всех голландских схем которые подключаются ко всем европейскому обмену информации которые очень долго работали вот опять же от них сбежать некуда все равно если люди работают в портах Бенелюкса там бегать-то некуда ничего другого работать не будет вот это проблема которую люди соответственно должны сами обозначить дальше уже можем смотреть что происходит вот ну проблема при Балтике можно даже не объяснять вот поэтому такая вот тенденция и причем как все это происходит в реальности то есть не обсуждение каких-то древностей все происходит прямо сейчас вот партия появляется грубо говоря у нас весной должна открыться все в новой Балтик Бронко на Балтике Бронко откроется вот вот посмотрим насколько отдельное политическое решение испортит жизнь я думаю испортит сильно я почти уверен что будет принято решение о неком эмбарго товаров причем нет не решения с эмбарго рассовывается с фильмами очередной раз ну вот какой-то контроль повысить какие-то группы закрыть посовет кому-то экспортеру перенести вот на отечественный порт в этом плане я не говорю о том что может быть жесткое администрирование возможно в плане намеков администрирование столь же разрушительно как жесткое эмбарго опять же ну если кто сталкивался с российской таможней это представляет да 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 то есть в этом смысле там мягкое администрирование намного ужаснее чем там страшные американские санкции которые страшные санкции да можно как-то обойти а вот мягко страшные санкции есть правила работы условно говоря как торговать с врагом а вот как торговать с другом который не совсем друг да с партнером уважаемым очень непонятно как сделать резервную валюту выиграть первую войну вот кто выиграет следующую ровную у того будет соответственно назначить новую резервную валюту ну вот простая как становится как и как валюта становится резервной ну вот эта валюта гегемона была британским гегемоном был фунт основной резервной валюты от него все плясали вот сунги гемон франция если там текущая еврозона это бывшая зона франка образца второй империи при Наполеоне третьем ну вот выиграла рейх мировую войну вот марка стала резервной валютой причем есть всегда противоречия между резервной валютой и национальной валютой страна в которой валюта становится резервной она соответственно тут же получает комплект противоречия неразрешимого о том что резервная валюта должна соответственно всегда укрепляться по отношению к другим национальная валюта должна девальвироваться для обеспечения эффективного экспорта и всего прочего противоречия которая идет в комплекте с этим бонусом эмиссионный центр может быть только один реально он один сейчас но есть конспирология старик но с другой стороны все прекрасно понимают что самая низкая ставка эмиссии должна быть на периферии не в ядре а дальше уже по достижению периферии ставки должны возрастать и не может быть на периферии одной зоны ставка ниже чем в ядре если в ядре ставки близки к нулю это понятно но на периферии не могут быть близки к нулю тогда это не периферия а центр чего-то другого чтобы были близки к нулю ставки ну понятно да? вот а опять же как бы ну опять же логика которую ее нельзя переиграть потому что она естественная логика пока федеральный резерв это эмиссионный центр всей планеты соответственно нужно принимать этот факт как минимум осознавая его без конспирологии которые там ну опять же в России очень популярны причем она популярна не только в России она и в Европе тоже популярна относительно Америки ФРС но легкий факт это да то что мировая торговля наполняется долларами если американцы вдруг начинают сокращать долг или ограничивать его то все периферии начинают резко плохить причем как бы одно дело когда там рецепты МВФ Мирового банка вот странам третьего мира все понимают что это рецепты гарантируют это рецепт смерти а тут рецепт смерти выписан часть Евросоюза ну бред какой-то зачем рецепт смерти выписывать часть Евросоюза которая вот от этого рецепта только теряет возможность вот там какое-то восстановление ну как ну как это понять в общем выписано членом идеологическим соображениям потому что ну практическая логика допустим это промышленной политики там как решить вопрос допустим греческого долга ну никак не связано с этим рецептом как взять страну и загнать в спираль вот постоянного сокращения ВВП закрытие там спираль безработица распрутить причем без варианта выхода вот а при этом там еще выборы какие-то периодически происходят вот и это кстати относительно как раз к качеству управления из вот там в Гасселе и Берлина насколько неадекватно понимать что они делают плохо они понимают ничем хорошим европейские бюрократия никогда не заканчивала то есть как выжимал центральную Европу и Балкан и Германия она их выжимала еще при Кайзере то есть вся эта экономическая политика которая сейчас вот идет со стороны Евросоюза там на Восточную Европу и Балкан эта экономическая политика повторяет экономическую политику еще Вильгельма Второго вот эту политику вынужден был повторять Гитлер и сейчас тем же самым занимается этим и эта политика выстраивает требования уже выстраивает политическую фиберацию требования экономики там сделали невозможно например Германо-Русский Союз в 19 веке чисто экономические требования в принципе невозможно например они например сталкивали интересы Германии с Россией на Балканах и там на Южной Европе которые до этого в принципе не могли возникнуть как противоречия ну вот это вот требования которые германские промышленные модели вот и сейчас все любые другие правительства там будет социалистической Германии туристической там германского исландского союза они будут опять же выстраивать существующую экономическую модель и смена вывески этого никак не повлияет вот это смотреть можно печально и сделать с этим ничего нельзя потому что все фантазы все страшные расклады всего там войну на Украине там относили там на 18 на 20 год на 16 ну далеко 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 а тут раз и прорвало вот Путин еще живой все все кремлевские вертикали еще у него живая политика уже началась новая вот так вот это из глобального да глобальное не намного лучше частного если честно а глобальным опять же то есть можно как-то с этим не соглашаться а жить приходится в этом мире то есть другой планеты нет в Сейф-Хевене тоже нигде нет словно говоря в Тихой Гавани тоже нет да ну в Сейф-Хевене я говорю даже в Швейцарии не в Сейф-Хевене потому как она умудрилась себя связать с Евросоюзом противоестественным образом то есть вариант что дважды ее пронесло трижды пронесло вот в этот раз они почему-то наступили как так может две мировых войны холодную войну пронесло хорошо и тут вляпались ну куда до этого люди понимали что да в центре Европы есть есть часть первого мира не какая-то албанская деревня хорошая промышленно развитая с качественным образовым населением с высоким уровнем образования медицины всем прочим где можно как-то вдруг казалось что они как-то вот с Евросоюзом все ну как это Голковский итоги года подвел очень хорошие я тебе ссылку давал да 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 я смотрел вот да вот мир фантазии в который люди фантазировали на 20-40 год он наступил уже сейчас а все до сих пор исходят из жизненного опыта воспринимая там Европу Америку так какие они были вот там в прошло историческом моменте а они уже другие и Россия уже другая по большому счету как бы все и так понимают просто всем нет смелости сказать что там происходит а про все остальное как бы вынуждены говорить по той причине что это слишком диссионирует с тем о том что люди думали поэтому то что вот страшное будущее наступает много быстрее чем люди могут прогнозировать это главная проблема которую показал 2014 год встречаемся в Котке по-моему мы встречаемся уже ровно через месяц но если сегодня 21 то я думал как раз 21 или 20 появится чем у нас да ты тогда ну спланируем тогда я там встретить могу ну разберемся ближе к делу ну да стоит у меня пятница 20 начало семинара уже все то есть где-то 20 утром прилечу только желательно не очень рано утром не в 6 утра на самом деле у меня нет проблемы прилечу 19 вечером не страшно ну вот это все добро отключаемся да удачи в личной жизни пока да уж спасибо хру motivations и поступ так что путешествие ну вот я пойму sale и вosi trying Продолжение следует...